Еще раз, еще раз. Руслан Шишкин. Еще раз всем здравствуйте, друзья! Давайте вам привет! Прекрасный вечер, прекрасный КВН, замечательные команды. Вопрос такой. Уважаемые команды, скажите, пожалуйста, Александр Васильевич Масляков вообще знает, чем вы здесь занимаетесь? Вот. Ну, если учесть, что теперь, с этого года, мы там своей лиги, то наверняка знает. Если уж не знают, то вы сами понимаете, что мы настоящие агенты Кремля, ему обязательно сообщат. Итак, вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, Александр Васильевич Масляков вообще знает, чем вы здесь занимаетесь? Не знаю, я его здесь не видел. Отвечала команда КВН «Тихий Омут». Боятся, мне кажется, команды про Александра Васильевича шутить. Все-таки серьезный вопрос Руслан задал. Итак, спецбулки и... Скажите, Александр Васильевич Масляков вообще знает, чем вы здесь занимаетесь? Вот в вышку попадем, так расскажем. Спасибо. Так и будет. Команда КВН «Свои» в доску, Челябинск. Скажи, пожалуйста, Александр Васильевич Масляков вообще знает, чем вы здесь занимаетесь? Мы сами-то не знаем. Иван, ну как же так? Ну что, есть еще желающие ответить на вопрос? Все, да? Спасибо. Спасибо командам. И следующий вопрос. Кто задаст следующий вопрос? Давайте я попробую. Екатерина. Да, небольшой эксперимент мы сейчас с вами попробуем устроить. Делаем как? Я говорю ответ, а вы должны придумать вопрос. Мой ответ на ваш вопрос. А я в КВН со школы играю. Вот так вот, ребят. Это задачка со звездочкой, да? С усложнением. Вот так. А я в КВН со школы играю. Прям как я. Так, ну, сейчас не обо мне. Команды думают. Напомню, что у команды есть всего 30 секунд. И за 30 секунд они готовы, да, выдать смешной ответ. Итак, Екатерина, будьте добры. Жду вопрос. Вот вы университет закончили. Чем теперь занимаетесь? А я в КВН со школы играю. Спасибо. Спецбулки, Пермский край. Все мои друзья, олигархи, бизнесмены, а вы чем занимаетесь? А я в КВН со школы играю. Это, между прочим, сейчас практически знак равенства, вы знаете ли. Евгений, еще один. У вас семья, дети, ипотека. А я в КВН со школы играю. Спасибо. Уфа. А Масляков знает, что я в КВН со школы играю. Усложнили вам, ребята, задачу, да? Ну что, еще один вопрос и ответ этой Екатерины. Бриджи Бордо. Задавай. Вы задавайте. Вы мне не говорите. А я в КВН со школы играю. Иван Челябинск. Я в КВН давно уважаю. А я в КВН со школы играю. Обменялись ритмами. Итак. А я в КВН со школы играю. Зафиксировано. Результат считается. Спасибо. Ну и еще один вопрос. Да, здравствуйте всем. Еще раз. Здравствуйте, Ирина Михайловна. Дорогой наш человек. Мой вопрос. Когда плачут мужчины? Это что-то из наболевшего? Из личного. Из личного, Ирина Михайловна? Когда плачут мужчины? Когда плачут мужчины? Когда в КВН со школы играют. И нигде не работают. В этом даже был ответ, правильно? Итак. Когда плачут мужчины? Когда видят морщины. Отвечал Екатеринбург, попробует Галышманова. Когда плачут мужчины? Когда отдают мне зарплату. Команда КВН с Дюменской области. Когда плачут мужчины? Вот этого недавно овца какая-то бросила. Сити Овот, Тюменская область. Когда плачут мужчины? Когда приходит СМС от банка. Это была команда КВН «Друзья». Ваш картостан упал. Когда плачут мужчины? Когда им брови выщипывают. О, Иван, это тоже что-то из личного. Спасибо. Ну что, еще один вопрос? Да? Давайте, еще один вопрос. Добрый вечер, друзья! Окей, но я на самом деле не готовился, поэтому вопрос такой. Когда плачут женщины? Может, нам вас рассадить? Так, тихий ум. Когда плачут женщины? Когда поняла, кого потеряла? Когда плачут женщины? Когда все-таки ее мужчина выщипал брови. Это Челябинск отвечал? Здесь ГМО, Тюменская область. Скажи, пожалуйста, когда плачут женщины? Когда заканчивается его зарплата. Приджи Бордо. Когда плачут женщины? Когда у них морщин больше, чем у мужчин. Команда КВС-друзья попробует еще ответить. Задавайте вопрос. Когда плачут женщины? О, это всегда! Спасибо. Когда плачут женщины? А разве им нужны причины? Это логичный ответ. Ну и еще один завершающий вариант. Когда? Когда. Когда плачут женщины? Когда кто-то видит, как они колготки поправляют. Команда КВН-спецбулки. Прям знатоки женщин. Ну что ж, уважаемые жюри, пожалуйста, посовещайтесь. Какие команды покинут нас? И так? Напомню, что сейчас нас покинут две команды со счетом 0,4 балла. Здравствуйте всем. Здравствуйте, Ренат. Вам досталось самое сложное? Мне досталось самое легкое. Сказать всего две команды. И извините, но это команды друзья и команда без ГМО. Спасибо. Уважаемые команды, те, кто остался, да, приготовьтесь. Сейчас мы увидим биатлон. Итак, кто, да-да-да, кто читает биатлон, пожалуйста, шаг вперед. Команды читают первый круг по две шутки после каждого круга. Какая-то из команд также нас покидает. Итак, первый круг начинает команды своих доску Челябинск. Братья Березуцкие не отмечают 23 февраля, потому что какие они нафиг защитники. Когда Лев Толстой ходил налево, он возвращался домой спиной вперед, чтобы борода следы заметала. Спасибо, Алина. Евгений, команда Клантихи-Обуд. После неудачного запуска ракеты в Северной Корее решили еще раз склеить и попробовать еще раз. Председателю Амутинки дали вторую группу инвалидности по зрению, потому что он не видит, что творит. Спасибо. Юля, команда КВН Спецбулки, Пермский край. Таджикские дети, прежде чем поиграть в машинки, строят для них дороги. Очень маленькая девочка настолько сильно чихнула, что ее пришлось выворачивать обратно. Спасибо. Команда КВН Бриджи-Барду, Марина. Девочка упала и разбила подбородок, но не расстроилась, ведь у нее есть второй. Маша так усердно красила ресницы, что порвала рот. Минуточка женского приятного юмора. Итак, уважаемые жюри. Напомню, что есть возможность еще штрафных. Да, мы ей хотим воспользоваться Челябинск своей в доску и Спецбулки по одной шутке. Можно еще? Девочка, которая очень любит шансон, мечтает о принце на белом-белом покрывале января. И Юля. В мире интересного змеи настолько не любят железо, что даже не едят его. Спасибо команде Спецбулки. Команда Спецбулки покидает нас со счетом 0,6 баллов. Итак, команды там можно друг к другу поближе. Мариночка, не стесняйтесь. Ну а мы продолжаем. Продолжаем. Алина. На свадьбе мама так сильно проголодалась, что кусала каравай вместе с молодоженами. Сторож Аркадий, охраняющий корону Российской империи. Нет-нет, да и побывает Аркадием первым. Спасибо. Евгений. Амутинские гаишники не штрафуют пьяных водителей, потому что те, кто принял тебя на работу, штрафовать нерезонно. В Амутинке прошел чемпионат по надою. Больше всех надоел плава. Что-то это уже из наболевшего. И Марина. У полицейского с манией величия не жезл, а скипетр. Библиотекаршу можно соблазнить только шепотом. Спасибо. Итак. Бриджи Бордо и тихий омут по одной шутке. Итак. Не-не-не, Челябинску не надо. Челябинск молодцы, хорошо, спасибо. Человек с очень маленькой зарплатой живет так миллионов пятьдесят в нашей стране. Марина. У производителя телефонов родился некрасивый сын, но не растерялся. И так подобрал для него чехол. Мы благодарим команду Бриджи Бордо. С 0,8 балла нас покидает Бриджи Бордо. Это чудный женский мой любимый юмор. Итак, две команды у нас остались. Это команда КВН. Свои в доску, Челябинск. И тихий омут, Тюменская область. Муки выбора. Очень много шуток. Алина, давай мы с тобой. Вчера в доме престарелых была задержана крупная партия КПРФ. В трудовой книжке донора крови написано, что он работает кулачком. В амутинке в получении взятки подозревается врач ухо-горло-нос. Но, как говорится, ни пойман ни лор. Высшая категория врача в амутинке – это попасть уколом, пока девушка танцует тверд. Итак, уважаемые жюри. А давайте еще по одной. Ого, давайте. Алина. Директор завода одноразовой посуды не моется. Его просто выкидывают и достают нового директора завода одноразовой посуды. На свадьбе трудовика тубореток было больше, чем гостей. Итак. В этом конкурсе побеждает команда «Свои в доску». Команда «Святый омут» получает 0,9 балла, а команда «КВН» «Свои в доску» – 1 балл. Итак, у нас считается средний балл. Ну а мне хотелось бы поблагодарить партнеров Кубка. Картинг-центр «Лайфдрайв». Картинг-центр «Лайфдрайв». Группа компании «НЕКОМ» «Аэротруба» «Флайру». Астероид «Поулинг». Торты на заказ ИП «Черепанова». И Западно-Сибирский государственный колледж. Давайте еще раз поблагодарим наших партнеров, конечно же, аплодисментами. И средний балл за два конкурса. Команда «Без ГМО» – 4,6 балла. Команда «Друзья» – 4,8 балла. Команда «Спецбулки» – 5,4 балла. Команда «Бриджи Бордо» – 5,8 балла. Команда «Тихий Омут» – 5,9 балла. И команда «Свои в доску» – 6,0 балла. Спасибо. Завершающий конкурс – музыкальный.